Владимир Владимирович Владимир Владимирович Владимир Владимирович Владимир Владимирович Вашими средствами банки. Сбербанк по 41 миллиону выплатил в прошлом году своим членом правления. Банк Москвы по 67 миллионов. Разотребуется какие-то комментарии, когда все крупные бизнесмены на Западе поджались, а этим отваливают такие куски. Правильно говорить об инновации. Вы еще в 2006 году в своем послании подробно говорили. Выделили 30 миллиардов рублей. Большие деньги. Посмотрели, куда делись эти деньги. Прокрутили в банках. Установили себе большие зарплаты. Ни до одной научной школы нового изобретения ничего не дошло. Хлеб. Произвели неплохой хлеб. Все гордились. Закупили меньше 8 миллионов. По цене 4 900 за тонну. А продаем три раза дороже, что крестьянин получил. Он получил с каждой тонны 500 рублей в лучшем случае. И не в состоянии купить те полторы тысячи комбайнов, которые стоят на Ростельмашке, где остановился конвейер. Молоко. Сегодня утром покупали в среднем 7-8 рублей за литр. А продают в магазине по 40-50. Где вы видели такой рынок? Это рейкет и бандитизм, потому что нигде надбавка не превышает 50%. У нас 3-4 раза. И говорят, что надо дальше развивать деревню. Что касается лекарств, тут уже мне комментариев. Мы перестали антибиотики выпускать в стране, где уже эпидемия туберкулеза. По тарифам электроэнергию. Раздербанили лучшую систему. Подняли цены. Вот один пример, Владимир Владимирович. Карелия. Свободный рынок. Надо перевести 50% тарифов. Они уже взадрали цены в 3,9 раза. Там остановился полностью лесопромышленный комплекс. Если эту установку правительства реализуют, уверяю вас, вся обрабатывающая промышленность в Карелии ляжет. Я не хочу, чтобы этим спекулировали, но из Карел, которые проживают в России, было 125 миллионов, а 125 тысяч осталось 93 тысячи. 35% потеряли население. В 2 раза больше войну пострадало. Что касается нового бюджета, он ничего нового не содержит, а экономического хамства, извините за вражение, сколько угодно. Бедные. Становятся еще беднее. Да, прибавите в конце года. Но за счет расценок и тарифов, все это они оплатят в тройном размере. Ту прибавку, которую обещаете. 55 миллионов граждан из 75 работающих в стране получают в среднем 5-10 тысяч рублей, при квартплату теперь по 3-4 тысячи за двушку или трешку. Они не в состоянии этим заниматься. Что касается машиностроения. Вчера средняя зарплата была 15 тысяч, половину из прибыли. Теперь прибыли им не видать. Значит, все машиностроение сядет на зарплату 8-10 тысяч. Как они будут рассчитываться? Безработные. Я должен сказать, что ключевые министерства вы вложили на красивые женские плечи. Голикова, Набиуллина, Скрынник. Я прочитал их программы, а они грамотнее других программ. Но им Кудрин опять не дал денег ни под одну программу. Хорошая программа борьбы с безработными. Сейчас их 6-500, будет скоро 10 миллионов. Но вся программа, которой деньги выделили, 1-2 тысячи. Что с остальными 5-6 миллионами делать? Даже не разработали программу по занятости школьников, студентов. Их будет скоро несколько миллионов человек. Для них нет ни одного свободного рабочего места. Хотя есть реальные предложения о первом рабочем месте, квоте и многих остальных вещах. Что касается реальной сектора, самолеты. Хочу вам напомнить. Пока все, что мы эксплуатируем, начиная от газа и нефтяной трубы, это нам наследство советской эпохи. Надо поменьше туда плевать и кивать. Задача другая совершенно. 15 авиационных заводов в стране производили полторы тысячи летательных аппаратов. Полторы тысячи. Мы единственные производили на Воронежском заводе 86-й, который 30 лет летал, ни один самолет с пассажирами не упал. Нет такой авиационной компании. А его сейчас под нож, собственно, отправляют. Что касается строек. Посмотрите, как вам Кудрин выхолостил все стройки. Даже те, которые вводные, куда деньги вложили, которые завтра будут отдавать. И то выкинул. Зачем вы дали ему такую власть? Он не в состоянии такой властью. То же самое у Сердюкова, который ни одного дня не служил в армии. Толком не был командиром батальона. Он проводит реформу, от которой зависит безопасность страны на многие годы вперед. Это касается и угадайки, которую Фурсенко вводит в нашей школе. Лучшей классической русской советской школе. Общепризнанной. Ректоры все против. Учителя против. Педсоветы против. Каким образом министры могут это реализовывать, когда общественно против? Только, видимо, с вашего согласия. Я бы их давно выгнал. Если не выгоднее, они нас всех утопят. Граждане страны не доверяют такой политике. И обязали нас об этом сказать. Малый бизнес. Здесь основные рабочие места. Но посмотрите, там 6,2 миллиарда выделено. Самая паршивая ситуация в ЖКХ. Почти 40% граждан живет в жилье хрущевской эпохи. Минус 30%. 88% уже оплачивают. Тариф издули на 18,20, а то и на 30,40. Полстраны не будет платить. Оно не в состоянии платить. Тогда вообще денег не будет для развития этой сферы. В село беседовали с министром новым. Вроде хочет, вроде понимает, вроде разобралась уже и так далее. Но Кудрин ей выделил в новом бюджете на всю деревню, на все 41 миллион гектаров, которые заросли бурьяново-лопухами, меньше 1%. Любой студент в любом вузе знает, что надо минимум 10% от бюджета. В противном случае деревня не может развиваться. Если взять науку, кстати, правильно задают вопрос. По прикладным и фундаментальным исследованиям вы давали поручение. Но ваши плюсы господин Кудрин ни одного не увидел. Минус 42 миллиарда. Все выхолостили научные программы, а без этого мы никуда не вылезем. Потому что без инноваций уже половину газа и нефти планета стопила. Мы не можем передвигаться. А наша страна тем более особенная. Федеральные целевые программы. Много говорили о Дальнем Востоке, Севере и так далее. 279 миллиардов долой. У нас 2% населения планеты. А треть мировых запасов. Нам никто не даст спокойно жить, если не будем их осваивать. Дальний Восток, Север, Сибирь и так далее. Они у нас оказываются полные обескровленные. Заохранение культуры, национальная оборона. С национальной обороной чуть лучше. Господину Иванову задаю вопрос. Почему сегодня 3 четверти договоров на сложнейшую военную технику так и не оформлены? Как они будут запускать в цикл сложнейшие военные изделия? Я недавно собирал про союзных лидеров, которые сами пришли. Они говорят, невозможно так работать. Что касается нашей позиции, она базируется на общественном мнении. Мы недавно провели тысячу встреч. Все практически говорят, если этот состав правительства и дальше будет продолжать работать, проводить монетаристский курс, это правительство заслуживает отставки. У вас есть возможность серьезно и существенно поправить курсы политику. Для этого есть пока авторитет и власть. Но используйте волю и общественное мнение. Тогда можно будет поправить ситуацию. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ